Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал LEGO Crazy Motion, и добро пожаловать в замерзающую Москву! Если верить термометру за окном, то сейчас где-то порядка 25-26 градусов, ну и iPhone показывает, что ощущается это человеком на улице примерно как... что-то вроде 35. Короче, я туда не выходил, ибо нечего там делать, поэтому самое время делать мультики и обзоры. Закончу этот обзор и сразу начну делать, вернее уже даже продолжу делать мультфильм про Кондора. Значит, сегодня у нас будет в обзоре очередная китайская крутотенюшка, и я уже даже подсмотрел, что там. У нас сегодня очередной военный сет из серии... да никакой из серии, от компании Winner. Если перевести, наверное, переводится как победитель. Если вы помните, совсем недавно был в обзоре танк от этой компании, вот такой вот замечательный Т-90А, очень крутой танк, я до сих пор от него в восторге. И когда я открыл новую коробку и увидел, что здесь большая упаковка, и тоже есть инструкция от компании Winner, то, честно говоря, у меня вначале ёкнуло сердце. Я побоялся, а не купил ли я по ошибке два танка. Только этот был в красивой коробке фирменной, а этот просто в пакете, чтобы подешевле. И уже думал, а не разыграть ли, не отдать ли его второй. Но нет, слава богу, судя по инструкции, будет вот такое вот что-то. Смесь какого-то БРДМ, БТР. Похоже, это что-то китайское, четырёхколёсное, странное создание с, наверное, противотанковой системой типа ПТУРС. Ну, сейчас будем разбираться, смотреть, может какую-то информацию на РОЮ или нет. И, значит, будем мы её собирать. Сзади, как всегда, вот у компании Winner на инструкции картинка. Да, полиграфия отличная, инструкция хорошего качества, это радует. Сзади картинка также, как и у танка. Здесь мы видим военные наборы. Далеко не все. В группе китайской крутотенюшки ВКонтакте я показывал все наборы от этой компании. Здесь только часть. Значит, давайте мы её соберём. И сразу оговорюсь. Всё-таки я решил сделать небольшой розыгрыш. Типа Новый год, настроение, Рождество. Давайте сделаем так. Конкурс репостов. Вы делаете репост этой записи у себя в группе ВКонтакте. Точнее, не в группе, а на своей страничке вы делаете репост этой записи. И когда это видео перевалит за 20 тысяч просмотров, я сделаю розыгрыш. И объявлю победителя. Тот получит на выбор. Давайте военный пак кого? Ну, человек сам выберет. Военный пак американцев, британцев или советских с Алиэкспресс. Всё. Значит, с вас репост, с меня подарок. Ну и давайте собирайте смотреть этот наборчик. И начинаем мы наш обзор с четырёх военных фигурок. Два пехотинца и два члена экипажа нашей военной техники. Пехотинцы имеют... Ну, собственно, фигурки делятся на два типа. Это члены экипажа и обычные солдаты. Всё как в танке Т-90. Соответственно, торсики абсолютно такие же. Пехотинцы имеют некий обвес. Принты на торсике спереди имеют подсумки, лямки. Там какая-то звёздочка на кармашке. Сзади нарисованы рюкзаки, фляги и что-то там от лопаты, по-моему. Ну и танкисты, соответственно, ничего не имеют. Чистый торсик, просто камуфляж пятнистый. И шлемы у танкистов отличаются. Это прям шлемы с очками, а у военных просто каски. В этот раз все каски на месте, всё в полном комплекте. Фигурки по качеству, в принципе, неплохие. Не на 5 баллов, конечно же. Но на 4 можно, наверное, поставить 3 из 4. А четвёртой фигурке можно поставить 3, если не 2. Ибо ноги у неё вот-вот отвалятся. Я просто чудом её поставил, чтобы она стояла, потому что она всё время нарвила упасть. Короче, одна фигурка еле-еле держится. Ноги ужасные. Ну и по фигуркам ещё хочется сказать, что в комплекте идёт такой же литник, как и с танком Т-90. Сейчас я его разорву тут при вас. Вандализмом позанимаюсь. И покажу его. Литник содержит убогий пулемёт типа Печенега, который очень маленький, в руку не берётся. В танке Т-90 я его показал очень хорошо. Ещё один автомат типа Калашникова. Кто-то в комментариях написал, что это не Калашников, а только похожий. Даже указал его имя, я не запомнил. Дальше у нас РПГ. Потом что-то типа вот то ли АУК, то ли британский. Какая-то, в общем, тоже мутная вещь. Нож, пистолет, сошки и бункер, магазин. Короче, патроны для Печенега. И огромная граната ручная. Вот такое вот ужасное оружие, которое я с литника, в принципе, снимать пока не собираюсь. Пусть будет. Может для фона, для вида. Всё, а теперь уже переходим к обзору нашей техники. Итак, для сравнения, вот танк Т-90, который я показывал буквально пару дней назад. Вот той же компании Уинер, та же военная серия. Отличный танк Т-90. Ну, а теперь въезжает наше непонятно что. И я хотел бы, в первую очередь, показать, почему я танк выгнал соотношение в размере. Вот, получается, что наш то ли БТР, то ли БРДМ, то ли, ну это не БМП, конечно, выше танка в два раза. Тут получается, что даже одно колесо по размеру достает до конца брони танка. Очень странно, как мне кажется. Мне бы хотелось... Кстати, даже в комментарии про танк писали, что танк слишком высокий в масштабе мини-фигурки. Он должен был быть чуть пониже. Ну, а здесь тогда в масштабе фигурки, давайте поставим рядом солдата. Вот, для него получается, если средняя высота человека где-то метр семьдесят, там плюс-минус, то здесь, соответственно, больше трёх метров. Ну, это прям такой вот нехилый двухэтажный автобус. Очень сильно сомневаюсь, что это так. Я нашёл картинки похожей китайской техники, не совсем вот прям конкретно. Это двухколёсная, но нашёл шести колёс, ну, по три колеса с каждой стороны. И там высота где-то была, ну, наверное, чуть больше двух метров. То есть, раза в полтора китайцы соврали точно в масштабе. А может быть, ну да, где-то раза в полтора. Вот, так что машинка получилась очень большой. Ещё по просьбе Александра Малахова, вот, хотел бы вам показать сравнение с танком «Пантера» от «Брикмани». Значит, вот был танк «Пантера» от «Брикмани». Ну, и по высоте, посмотрите, танк Т-90. Он даже ниже, чем «Пантера». Так что я считаю, что у китайцев по высоте всё очень даже неплохо получилось. Ну, и сравнение с вот этим вот, с «Бтром» всё время хочется её назвать. Ну, тут-то даже «Пантера» в два раза ниже, чем эта самая машинка от «Китайцев». Ладно, давайте теперь уже её рассмотрим поподробнее. Не будем уже сравнивать с разными видами техники. Теперь уже только очередь самой машинки. Ну что, собирал я её как конструктор типа «Лего». Собирал-собирал, собрал полностью такой квадратный корпус. А потом пришло время обшивки. И опять наступило вот это непонятное ощущение. То ли это пластмассовая игрушка, то ли это конструктор. Потому что такой детализации из «Лего» достичь очень сложно. Такое возможно было только за счёт специальных деталей, сделанных для конкретно этого вида военной техники. Ну и получилось, что отличная форма. Очень похоже на настоящую. Всё реалистично, но не похоже на конструктор. Обшивку я отрывать не буду. Но поверьте, короче, собиралась полностью как «Лего». Там с элементами даже «Лего техник». Ну а в итоге за счёт обшивки получилось вот похоже на игрушку. Так, давайте смотреть, что у нас есть. Спереди мы встречаем фары и люки. Люк мехвода и ещё чей-то. Так, открываем. Открываем, говорю. Вот эти, эти, эти. У нас получается некий доступ такой внутрь. Так, только поддеть бы. Вот, собственно, там дырочка. Можно посадить там два сидения. Можно посадить двух водителей. Однако, люки сверху, они декоративные. То есть, их нет. Отрываем полностью. И мы видим, что вот у нас получается четыре пина, на которые мы сажаем декоративный люк, за который уже крепится лючок, который можно закрыть. Вот так вот выглядит. Дальше у нас здесь люк реальный. Он открывается тоже. Сюда можно фигурку посадить. Она будет, ну, если именно сидеть, то, наверное, получится посадить её. С каждой стороны у нас есть дверь. Это больше игровая дверь, функционала никакого, потому что засунуть нормально через неё невозможно. Очень маленькая. Дымовые гранаты расположены с двух сторон по восемь штук. Антенна. Здесь какое-то что-то вот инфракрасное, наверное, видение какое-нибудь. Ну, уже вы заметили, вращается вот эта штуковина. Я так и не понял, что это. Возможно, это противотанковая. Возможно, это противовоздушная оборона. Но в любом случае здесь явно какие-то ракеты, которые крутятся, вот во все стороны направляются. Крутятся, наверное, даже слишком, потому что малейшие движения, они сразу начнут вращаться. Чем-то явно стреляет. С обратной стороны висит кирка, лопата. Машина очень приятная. Как бы колеса крутятся. Всё, она отлично функциональна для игры. И у нас есть доступ ещё во внутренний отсек. Снимаем мы ракетную установку. И мы видим, что у нас тут дверь ещё открывается. Как бы фигурка заходит. И у нас внутри ящик крепится на два пина. Непонятно с чем, потому что по инструкции просто нужно положить сюда чёрные детальки. Не знаю, что это граната, не граната, что это полезное. Короче, просто крепится ящик в машине. Кстати, вот мы видим, как собрана машина, прежде чем мы на неё повесили декоративные панели. Видите, детали от техника с пинами. И там дальше уже вешается обвес. Так, здесь, ну так как это у нас пусковая установка, то какой-то экран, сидение, фигурка садится. И здесь, наверное, управляет локатор какой-нибудь должен быть, который должен ловить цель, танк, либо самолёт и пускать ракеты. Небольшой ящик ещё один. В нём ничего нет. Просто вот, видите, открывается дверца. Там можно что-то положить. Закрывается дверца. И давайте заглянем теперь как-нибудь в отсек к водителю. А вот как туда заглянуть, я, честно говоря, даже не знаю. По-моему, и не снимается особо. А, всю крышу содрать, короче. И сломать немножко. Сейчас починим. Ремонт в поле. Так, ну и самое интересное, что нам не сильно это даёт доступ к водительскому сидению. Я не представляю, как сажать водителя при игре, потому что доступа ноль. Если только вырывать, прям с мясом, всю переднюю панель. Вот. Вот теперь мы её всё разобрали. Вот так вот машина выглядит. Два передних сидения. Закрывается всё вот такой деталью. Тоже в лего такой нет. Это китайцы специально сделали для такого типа игрушки. Её мы ставим сверху. Она крепится на четыре пина. Держится она крепко, потому что пины эти тоже, они намертво там закреплены. Соответственно, всё. Вот у нас передняя часть. Наверное, так и сделано, чтобы вырывать её и сажать туда водителей. Дальше ставим вот эту часть, закрепляем. Ну вот, по-быстрому восстановил её некий вид внешний. Ну и последняя часть, она уже, в принципе, сажается, как в леговских домиках, например, в серии «Эксперт». Просто сверху на пины. Всё. Машина собрана. И, наверное, кого-то можно было посадить внутрь, пока я всё открывал. Ну, то есть, как бы, в принципе, сажать на водительское сидение геморройно. А вот сажать человека, который управляет ракетами, очень легко. Просто верхняя часть поднимается, верхняя часть опускается. Это всё легко. А здесь как-то надо по-хитрому вырывать эту переднюю часть, сажать некрасиво. Так, у нас есть какая-то труба, которая вряд ли должна подниматься. Это просто выхлопная труба. И всё, сзади показал. Короче, вот такая вот модель от компании «Винер». Какой-то БТР, переделанный в систему борьбы с наземными или воздушными целями. Глобально машинка интересная, но у меня складывается ощущение, что она больше для игры. Она малофункциональна в Лего мире по своему масштабу. Мне не нравится, что она значительно превосходит по высоте и Т-90, и Пантеру немецкую. Получается такой громоздкий большой вид транспорта, который подбить, наверное, легко из-за его размеров. Но по детализации и по своей функциональности, как игрушка, машина очень красивая. Поэтому, если вы хотите купить просто для игры на современную войну или кому-то в подарок, то я думаю, что вам подойдёт. Если же вы хотите купить именно для использования в сценках, то, мне кажется, всё-таки великовато. Ибо, смотрите ещё раз, соотношение с фигуркой. Ну, это получается у нас две в высоту. Там многовато, реально многовато. То есть, получается, больше трёх метров. Цену данного пепелаца я не помню. Выведу её на экран и оставлю ссылку в описании, где вы можете её купить. Но если сравнивать Т-90 и вот эту самую штуку с противовоздушной, противотанковой обороной, то однозначно я, конечно, рекомендую танк. Если же вам по каким-то причинам, не знаю, вкус у вас другие и вы считаете, что эта машинка вам очень нужна, она вам понравилась больше, ну или, я не знаю, у вас танк уже есть и вы решили собрать всю коллекцию от компании Winner, всей современной техники, то, повторюсь, машинка по качеству очень хорошо, очень хорошо собрана. Все детали отлично друг к другу крепятся, никаких проблем по качеству, всё замечательно. Только одна фигурка с кривыми ногами, которые не крепятся. Всё остальное просто супер, за исключением масштаба и вот одной фигурки. Всё, так что сами решайте. Визуально классная игрушка, визуально прикольно, классная игрушка, но вот под масштаб лего мне не нравится. И не забываем про конкурс. Значит, у себя в группе ВКонтакте вам нужно сделать репост этого видео из моей, соответственно, группы. И потом, как только мы дойдём до 20 тысяч просмотров, я сделаю, ну, наверное, сделаю видео, но выложу его только ВКонтакте. Поэтому будьте внимательны, следите, и кто-то получит пак солдатиков, который сам себе выберет. Всё, спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по поводу этой техники. Ссылку смотрите в описании. Ну и до новых встреч на канале. Всем счастливо. Пока.